Поиск первой работы, он трудный самый. В помощь только начинающим свою трудовую историю ивановцам, служба занятости в пятницу посвятила весь день трудоустройству молодежи. Центром занятости населения проводятся многопрофильные мероприятия, приуроченные к 28-летию принятия закона о занятости населения. Мы сюда пригласили в основном молодежь, также здесь будут присутствовать работодатели, которые будут предлагать им интересную работу. Кроме этого, у нас еще проводятся мероприятия по профориентации, составлению резюме и круглые столы, связанные с самозанятостью. Надеемся, что все это будет интересно молодежи, в первую очередь лицам до 44 лет, гражданам, и они активно примут участие во всех наших мероприятиях и найдут себе подходящую работу. Работодатель, как правило, ищет людей с опытом, которым вчерашние студенты похвастаться не могут. Здесь учат правильно составить резюме, чтобы преимущества молодого сотрудника перевесили недостаток стажа. С этими знаниями можно начинать искать свое место в жизни, работу, которая будет приносить не только доход, но и удовольствие. Откопать ту самую в огромной базе данных вакансий помогают квалифицированные специалисты. Для молодежи банк очень расширенный, начиная от администратора, менеджера, слесарей, водителей. То есть обращаются молодежь к нам, главное иметь желание. Вот найти работу можно. На некоторых рабочих местах с обучением, то есть берут на работу людей после колледжей, после институтов. Есть мало, но есть. Представленные вакансии для молодежи, которые еще учатся и хочут совмещать работу с получением образования. Это касается и летней стажировки, и подработки. В 21 веке возобновляется хорошо забытая старая традиция студенческих трудовых отрядов. В этом году мы уже сформировали первую команду ребят, которые поедут работать в предприятии на территории Республики Крым. У нас уже есть запрос, есть запрос от предприятий, от студентов. Понимаю, что это интересно, что это востребовано. Здесь отклик для работы и для трудоустройства в предприятиях сервисной сферы. Это гостиницы, рестораны. Мы понимаем, что ждут студентов очень сильно в лагерях и в базах отдыха Республики Крым. И также мы понимаем, что студентов наших, Ивановских, ждут на предприятии сельхозназначения для уборки урожая, для возделывания полей. То есть все, что раньше наши родители, такую культуру, все воспитывали, все сейчас актуально, востребовано. Самое интересное, что и молодежь есть отлик. Мы понимаем, что это интересно нашим студентам. То есть мы знаем, что ребята хотят туда ехать. Работа для молодежи есть. Самое сложное – понять, в какой отрасли себя применить. Для этого на ярмарке вакансий работают психологи, юристы, сотрудники соцзащиты. Есть также стенды, на которых можно пройти профориентацию, тестирование профессиональной компетенции. Все для того, чтобы не потеряться во множестве дорог, которые открыты перед молодыми специалистами. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.